Сядь, сядь. Я понимаю, что ты хочешь спросить. За что? За что тебя, легендарного комдива, героя гражданской войны, моего друга, наконец, посадили в тюрьму, бросили в лагеря, чуть не расстреляли? Ты хочешь спросить, а почему тебя теперь выпустили? Вернули награды, дали звание генерал-лейтенанта, да? Но почему и за что? Это неверный вопрос, Котов. Верный вопрос, зачем? А посадили тебя, Котов? Затем? Чтобы вовремя выпустить. Ты знаешь, что в первые две недели мы потеряли больше тысячи самолетов? Несколько тысяч танков? Почти два миллиона наших солдат оказались в плену. Великий враг напал на нас. Есть такие, кто думает, что можно отсидеться в норках, переждать. Как оно сложится? Им все равно, чья власть? Наша? Немецкая, лишь бы их не трогали. Ничего они не делают для нашей победы. И уже только этим помогают врагу. Что с таким делать? Скажи мне, Котов. А что будет потом, когда мы разгромим Гитлера? Что скажет вернувшийся с фронта без руки или без ноги солдат своему соседу, который всю войну просидел дома в теплом халате в тапочках? Сможет он его простить? А мы с собой, Котов, сможем простить его? А ведь их будут миллионы, этих трусов, переждавших войну в оккупации. И что тогда делать, Котов? Новая гражданская война? Ну-ка скажи мне, Котов, 15 тысяч человек это много или мало? Ну-ну-ну, не говори ничего. Для одного участка фронта это может быть и много. А для страны? Я читал твой план, Котов. Да. Можно обойтись, Адель? Отрезать ее от снабжения. Сиди, сиди, сиди. И через некоторое время немцы задутся. Но это правильно стратегически. Но это совсем неправильно политически. Политически. Ты, Котов, заставишь этих отсидевшихся в тылу 15 тысяч трусов штурмовать это дали. Это будет страшная атака, я согласен. Но на эту черную пехоту немцы подразят пули, предназначенные для наших советских солдат. Честных солдат. На примере этих 15 тысяч мы дадим урок остальным миллионам. Заставим их проснуться и понять, что у нас только одна дорога. Дорога к победе. В предвенчашку. Когда цитадель падет, то страшные фотографии тысяч убитых гражданских лиц потрясут весь мир. Европа задумается, что ее ждет, если мы не победим. А у нас кое-кто задумается. Хочешь сахар? Что его ждет, если мы победим? Никаких приказов ставки не будет, Котов. Ни письменных, ни устных. Всю операцию Котов ты возьмешь на себя. Под свою личную достанность. Ты, наверное, спросишь, почему ты? В 17 лет ты взял в руки оружие и пошел на защиту революции. В 19-м году ты собственноручно зарубил священников из Биржицкого монастыря, который укрывали белогвардейцы. В 21-м под Керчью ты допил баржи с белыми офицерами. А в 22-м ты приказал пустить отравляющий газ на дамбовских христиан. Они сбунтовались против советской власти. И ты все правильно сделал, Котов. Кто еще мог такое сделать, не дрогнув? Разжалованный за пьянство бывший генерал Галешко? Ни откуда. Эту операцию черная пехота сможешь сделать только ты. после этого ты получишь армию. Какой же вкусный этот напиток, чай. Готов. 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 Готов.